What? My crew offending you? Вот для покупок. Нажимаем. В правом верхнем углу нажимаем старт. Здесь нам надо выбрать игру. Выбираем Dragonhair. И тут у нас три кнопочки. Можно купить валюту. Можно приобрести подписку. И можно взять внутри игровые наборы. Нужен например Battle Pass. Это у нас выбор путника. Выбираем. И здесь все оплачиваем. Mystery Shop. Ссылка в описании. Дамагер горения. Легендарный. Который по сути является топовым заливщиком в горении. Ну и по совместительству хороший дэмэдж дилер по всей карте. Значит по навыкам. Когда навык героя поражает врага, на которого наложен эффект горения. Дополнительно наносит этому врагу и врагам вокруг него 30% атаки дополнительного урона. Боевой навык. 6 раз атакует врага, каждый раз нанося 30% атаки и 200% просвета. И с шансом 35% накладывает горение. Абсолютный навык обстреливает всех врагов на поле боя, нанося им урон 3 раза. 200% атаки и 1000 просвета. И с 60% шансом накладывает 2 стака горения за каждый обстрел. Ну что могу сказать. Герой очень классный, мощный. Да конечно он по урону и близко не стоит с тем же Ашетиосом. Но Ашетиос эксклюзивка. А пират и сам по себе очень даже хороший дамагер. И в принципе в свитках он довольно таки нуждается. Потому что у него в боевом навыке повышение шанса наложения горения. И в абсолютном. А это его основная деятельность. Не обязательно к тому же использовать его. Под Ашетиоса можно использовать и под эпического Ароса. Как например использую я. Очень хорошо заходит. Далее по статам. Это пожалуй один из самых требовательных героев. Он требует очень много статов. Они обязательно. Все ему нужны для полного его раскрытия. Для полной его работы. А именно атака, просвещенность, шанс критического удара, крит урон и точность. Целых 5 статов. И нельзя жертвовать ни одним из них. Потому что здесь все взаимосвязано. На крайняк. Если вы используете его. Как заливщика горения. Можно условно упороться в точность. А остальные статы значения уже особо иметь не будут. Чисто под Ашетиоса. Но под Ароса все таки надо. Чтобы он и сам еще дамажил. Во первых. Его пассивка. 30% дополнительного урона огнем. Целей и врагам вокруг них. Дополнительный урон очень сильно разгоняется от просвещенности. Это очень важный параметр для подобных героев. Игнорировать его не рекомендую. Тем более что просвещенность присутствует еще и в модификаторах. В боевом навыке и в ульте. Поэтому без просвета у вас ничего не получится. И еще один очень важный момент. У пирата просто замечательно сочетаются его навыки с пассивкой. Например боевой навык. Наносит урон 6 раз. И соответственно пассивка с боевого навыка срабатывает тоже 6 раз. 180% доп урона выходит. И то же самое с абсолютным навыком. А если противники все стоят в кучке рядом. Ну вы сами понимаете что с ними произойдет. Они все просто нахрен сгорят. Горение действительно очень сильная механика. Но и требовательная. Теперь что касается сетов. Могущество императоров взять можно. В принципе это неплохой сет. Ну и ускорение навыков. Must have. Проклятие бездны. Здесь у нас наносимый владельцем дополнительный урон. Игнорирует 20% вражеской защиты. Я бы не стал это брать. Да у карфа есть дополнительный урон. Но это не основной его вид урона. Это просто приятный бонус. Который нужно усиливать просвещением и не более того. Сет изобретателя. Абсолютно подходящий для любых ситуаций сет. Можно взять его. Пистоль азартного игрока. Не самый лучший выбор для карфа. Но далеко и не самый худший. Потому что у карфа много ударов. И в боевом навыке и в абсолютном. Поэтому пистолет может срабатывать довольно часто. Тем более ультой он бьет вообще по всей карте. Защита предков не подходит. В топку. Шопотсайрил. Спокойно можно брать. И в боевом и в абсолютном навыках есть горение. Это дебафы. И соответственно они активируют 15% бонус к атаке. Подходит очень хорошо. Монолисия. Не подходит. Учитывая что карф у нас дамагер. А здесь хилка идет от максимума УЗ. Как раз таки того на ком одет сет. По крайней мере дамагера собирать через УЗ. Странная затея. Стан сет. Очень классная штука. Отлично подходит карфу. Тем более что он играется через точность. Без горения. Пытаться им играть. Это мертвая затея. Очень хорошо заходит в ПВП. Фактически станет всю карту. Ну и где-то в ПВЕ тоже зайдет. Проходите там какие-то столпы. И все в этом духе. По артефактам здесь у нас вариантов довольно таки много. Можно поставить рога. Можно поставить вулканический диск. Колчан. Кость предка. А любой в принципе артефакт на урон фиолетовый. Шкатулка. Глаз. Можно в принципе мантикору. Коготь гарпии. Тем более он усиливает урон пассивного навыка. У карфа он как раз таки работает именно так. Можно поставить подкову. Можно поставить да хоть вино. В общем любой обычный артефакт который вы ставите своему дамагеру. Либо есть еще один вариант. Можно сделать карфа разломщиком. Корона. Либо останки ведьмы в идеале. Очень хорошо это все дело на нем работает. Ну и давайте пройдемся по оценкам. Лого гоблинов 4.9. Оно в принципе и понятно. Кошмарит всю карту. Да и фактически даже боевой навык наносит у него массовый урон. По 9 клеткам вокруг цели. Сражение в приключении 4.8 согласен. Владение льда 4.8 согласен. Владение бури согласен. С ареной тоже согласен. Использую карфа на арене без свитков. Абсолютно не залитого. И он спокойно всегда находится в топ 3 моих дамагеров. Даже частенько на первом месте. Также он встанет всю карту. Потому что там я использую со станцетом. Ядовитая могила 4.6 согласен. Излучина фей. Ну как я уже сказал со станцетом. Можно даже высокие уровни проходить. Согласен. Воронка времени 3.9. Ну как бы горение. Но больше для нанесения массового урона. Поэтому оценка вполне себе ожидаема. Не то чтобы карфу есть чем там заняться. Гладиаторская арена. То же самое. В принципе согласен. Владение пламени единица. Он там сдохнет. Ничего не сделает. Проклятая могила 4.4. Ну просто подамажить зайдет. Арена чемпионов 4.6. Тоже в принципе понятно. Гнилая могила понятно. На фениксе заходит массовый урон. Тем более феникс у нас любитель душить. Именно горением. Можете дать ему свою ответочку. Столб испытания 4.6. Я и уже говорил. Со станцетами зайдет. Ну и на древнее поле битвы. В принципе тоже пойдет. Потому что никаких бафов у него нет. В общем такая вот у нас получается лего горение. Топовый заливщик поджогов. Но при этом еще и сам наносит урон. Очень даже хороший. И по всей карте. Очень удобно. Никто не спрячется от карфа. Ну а на этом у меня пожалуй все. Всем спасибо за просмотр. До встречи.